Всем привет подписчики и зрители канала Спроси Коляна! Сегодня у меня на обзоре Smart-зеркало Navitel MR250. Поехали! Это устройство является и видеорегистратором, и дополнительной камерой заднего вида, которую можно установить как внутри автомобиля, так и снаружи над номерным знаком для безопасной парковки. Все, что нужно будет сделать, это подключить специально отведенный для этого провод к фонарю заднего хода. И после того, как вы переключаете передачу на заднюю, у вас автоматически будет включаться камера заднего вида. Нет необходимости покупать дополнительные мониторы, все есть в этом Smart-зеркале, поэтому, безусловно, штука очень крутая, полезная. Я думаю, что ее стоит рассмотреть. И давайте сейчас перейдем к распаковке. Итак, друзья, вот так у нас выглядит коробочка с лицевой стороны, и вот так она у нас выглядит сзади. В комплект поставки входит сам видеорегистратор, который является и зеркалом заднего вида. Давайте я его пока в сторонку отложу, к нему мы еще вернемся. В комплекте у нас идет такая вот фирменная салфеточка Navitel, кабель mini-USB для подключения к компьютеру, зарядное устройство от прикуривателя в автомобиле. Далее у нас идет вот камера заднего вида со всеми необходимыми подключениями. Идут вот такие вот четыре фиксатора на штатное зеркало. Далее у нас идет вот такая вот инструкция на нескольких языках. Это тоже инструкция. И компания Navitel всем покупателям дарит вот такой вот ваучер-код на активацию программы карты Navitel, которую можете установить на свой смартфон и пользоваться один год абсолютно бесплатно. Там будут такие страны у вас, как Европа, Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. Так что, в принципе, подарок приятный и полезный. Ну что, предлагаю сейчас перейти к самому регистратору. Давайте посмотрим и немного о нем поговорим. Как я уже говорил ранее, видеорегистратор у нас встроен в зеркало заднего вида. И само зеркало у нас имеет, так скажем, большую диагональ. То есть область вся эта достаточно такая вместимая и все прекрасно здесь будет видно. Само зеркало заднего вида встроен в дисплей по технологии IPS. Имеет диагональ экрана 5 дюймов и разрешение 854 на 480 точек. На нижней части у нас находятся кнопочки управления самим регистратором. На задней стороне у нас имеются динамики. Кстати, на нижней части имеется микрофон для записи всех построенных таких вот шумов. Также на задней стороне имеются фиксаторы, которые будут держать ваше зеркало на штатном зеркале. Имеется кнопочка сброса настроек и сама вот такая вот линза, которую можно зафиксировать в том положении, которое вам нужно. Оптика здесь состоит из четырехслойного стекла, а это очень даже важно, потому что многие используют производители в своих регистраторах именно пластиковую оптику. А здесь именно стоит стекло, что позволяет придать изображению более такой насыщенный цвет и не позволяет картинке деформироваться. На верхней части у нас находится разъем для подключения мини-USB кабеля, ну либо зарядного устройства. Подключение камеры заднего вида и поддержка карт памяти до 64 гигабайт. Это что касаемо самого внешнего вида. Корпус, кстати, у зеркала металлический. Это тоже на ощупь очень такой приятный материал. И что касаемо самого регистратора, регистратор у нас имеет угол обзора 160 градусов, разрешение видеосъемки идет в Full HD и запись происходит с частотой кадров 30 кадров в секунду. Что касаемо дополнительной камеры, которая устанавливается назад, она имеет угол обзора 85 градусов, разрешение 656 точек на 492 и запись происходит также с частотой кадров 30 кадров в секунду. Камера имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP65, так что можно ее устанавливать спокойно на кузов автомобиля, то есть над номерным знаком. Ничего, не бойтесь, камера от этого защищена. Ну что, друзья, предлагаю сейчас установить этот видеорегистратор и посмотреть, как он будет уже снимать в деле. Ну что ж, приступим. Поехали. На установку смарт-зеркала я потратил буквально 10 минут, а достаточно длинные провода позволили мне спрятать их под обшивкой автомобиля. Navitel MR250 оснащен встроенным G-сенсором, который специальным образом маркирует и защищает видео от перезаписи, сделанное во время столкновения. Если зеркало подключено к гнезду прикуривателя, то запись начинается автоматически сразу же после запуска двигателя. В устройстве интегрирован детектор движения, позволяющий снимать видео на парковке, когда водитель отсутствует в автомобиле. Запись видео происходит сразу же на две камеры. Сейчас предлагаю рассмотреть съемку с основной камеры и следующим видеорядом съемку с задней камеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, надеюсь, видео вам понравилось. Если кто-то из вас хочет заказать себе такое же устройство, то в описании к видео у меня будет специальный промокод для моих подписчиков. Он действует всего лишь две недели и скидка составляет 15%. Можете смело заходить на сайт Navitel, выбирать любое понравившееся вам устройство, не обязательно этот регистратор, и получите скидку 15%, введя промокод в специальном поле. А на сегодня это все, друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok